а может и нет а может пошел ты никто этого не ждал никто этого не просил однако я давно хотел вспомнить бионик команда образца 2009 года а потому здрасте и чтобы вы понимали я действительно начал записывать геймплей почти год назад но потом не успел по срокам переключился на другой проект и отложил этот в долгий ящик отчасти зря а отчасти будто знал что проблем не избежать ведь как можно догадаться по вступлению на современных системах бионик команды работает с переменным успехом и физическая сторона проекта то и дело пытается самоуничтожиться на пустом месте то с бордюрчик а спрыгнуть тяжело то притяжка к любому объекту растягивается на минут пять реального времени то простой бросок камня выглядит как анекдот но возможно такая проблема была только у меня но я тестил три версии игры и все они одинаково фейлили это все к тому что вам не нужно удивляться косякам в видеоряде по ходу истории их не удалось избежать даже ограничением фпс и нужно просто принимать как должное в остальном же сегодняшняя история довольно короткая и простая но с приятными нотками ностальгии неожиданным поворотом под конец и уникальными приколами с бионической рукой так сказать в свое время проект мог чем-то выделиться из общей массы но подобно ванквишу что-то пошло не так и продолжение не случилось а вот почему так разберемся по ходу кассеты так что не забывайте подписываться на всякие телеги и как всегда хватайте хавчик заливайте посуду чаем и прожимая пальцы в любые стороны притягиваемся к истории где сапсом бегло погружает нас в общий положняк мира и по сути показывает как некий город вознесения зарпутить или со старта а дело вовсе не в том что город могли наводнить толпы зомбарей или мутантов как это принято у капком все куда проще во вселенной игры на дворе примерно на 2040-е годы и 9 лет назад федеративные штаты америки жестко зарамсили с так называемыми имперцами на деле же это все те же сша воевавшие с рейхом германии последние так сказать сохранили свой статус после второй мировой войны и отдышавшись почти век принялись снова воплощать свои планы по захвату мира и вот для получения весомого преимущества в фша разработали революционные технологии бионических протезов превращавших серьезно раненых солдат в буквально супер солдат причем биомеханические протезы могли быть совершенно разными от улучшенных глаз рук и ног до банальных внутренних органов расширявших возможности бойца и уже при поддержке этих ребят имперский рейх буквально был разгромлен а фша погрузились в мирную жизнь напрочь забыв про тех кто принес им эту победу более того голос за кадром рассказывает что вскоре после войны обожание и респект переросли в зависть с опасениями а еще какое-то время спустя власти приняли закон об упразднении программы биосолдат и лишение их всего кого-то буквально разбирали на куски кто-то успел бежать из страны а кто-то как наш главный герой даже будучи настоящим героем войны по итогу пошел под трибунал и был признан предателем ему назначили смертную казнь и пять лет братишка куковал в одиночной камере ожидая исполнения своего приговора так было ровно до момента когда над прибрежным мегаполисом не разорвалась супер бомба миллионы погибли остатки города были захвачены противником естественно все посланные отряды приказали долго жить и у правительства не осталось вариантов кроме обращения за помощью к биосолдату так что знакомьтесь нейтан спенсер герой войны некогда щеколявший с красными паттлами и несший смерть рейху а ныне преданный своей же страной за выполнение приказов начальника и потерявший веру в руководство и да он выполнял приказы старика джо гибсона которого когда-то буквально спас из плена рейха и каким-то хреном тоже сделал героем войны а вот только загвоздка в том что по итогу спенсер пошел под трибунал а старый стал директором таска агентство по военной разведке и безопасности как так вышло то блять как так получилось вот это дело сам же таск если что это буквально организация создавшая и вовсю издавшая биосолдат во время войны лишь чудом она уцелела как отдельная структура в ходе чисток правительства и сейчас как директор джо просит нас вернуться в строй как биосолдат и в солянова отправиться в самое пекло фишка еще в том что врагами вот сто процентов и уступают силы имперцев и примкнувшие к ним биосолдаты потому лишь спенсер сейчас способен что-то там сделать в качестве дополнительной мотивации старый предлагает герою информацию про любимую жену эмили дело в том что еще во время войны когда спенсер перепутал прибор с гранатой и лишился своей руки его жена буквально испарилась с лица земли почти 10 лет он ее пытался разыскать но все безуспешно от девушки осталась лишь записка да это было настолько подозрительно составлено я что протагонист просто не поверил ее подлинность короче с бодрым зарядом мотивации и возвращенным протезом наш инвалид отправляется в разрушенный город причем отправляют их отдельно чтобы не рисковать лишний раз прямо на базе но слегка освоившись на месте и приговорив пару пачек имперцев молодой быстро добирается до своей кибер игрушки ну биопротезы на той биопротезы что подключаются прямо к нервной системе и хорошенько так ее взбадривают да так сильно что спенсер начинает видеть глюки со своей женой и моментом расправы над каким-то чинушей что это такое решительно непонятно да и нас резко переключают на тренировки с главной фишечкой проекта и действительно протез в свое время неплохо так выделял бионник команда на фоне других экшенов а если говорить откровенно то он и по сей день ощущается довольно неплохо раскачка полета через всю карту использование в бою и просто перемещение по аренам исполнены на отлично а в связке с разным оружием позволяет пройти игру не один раз разными способами даже вот я как вы могли заметить по футажам проходил ее два раза первый раз в версию из зеленого стимом почти всегда юзая огнестрел а во второй раз через нормальный steam используя уже почти все возможности протагониста можно даже сказать что геймплей для меня раскрылся только со второго раза и я однозначно ставлю ему лайкос особенно с учетом возраста но возвращаясь к сюжету где спенсер успел как следует выспаться и вновь адаптироваться к руке глаз цепляется не только за приятное передвижение на тросе но и за запредельное количество рекламы nvidia и pepsi и внезапно компании trisail причем ладно инвидия предоставлявшая технологию физикса за лишнее упоминание это мы понимаем куда интереснее вездесущая пепси который настолько нагло летит в глаза что я сам захотел хлебнуть на кашку за здоровье разрабов и еще забавнее было заметить что в стимовской версии все рекламу пепси нагло вырезали заменив на местные аналоги колы видать не уплотили а что касается trisail то вообще деталь интересная ведь я думал что это чисто корпорация зла типа амбреллы играющая роль только в резиках а тут оказывается что капком развивал какую-то мультивселенную корпоративного безумия и даже накидал намеков на отряд stars либо уж слишком увлекся отсылками и вешал баннеры на похуй тут черт его знает если честно коли шарите пишите информацию в комментарии но и если уж говорить о вездесущих баннерах с плакатами то я просто не могу не напомнить вам о замечательном проекте вовсирус ведь как вы уже давно знаете это самый лучший кастомный проект по великой вселенной варкрафта базирующийся на топовом аддоне 335 а и на сирусе вас всегда будет ждать не только море приключений но и огромнейшее количество игроков которые составят вам компанию в любых активностях хочешь острых ощущений в пвп сражаться на полях боя или аренах хочешь больше социализации штурму и пве контент включая кастомные подземелья и ивенты а можешь вообще упороться в хардкор и испытать свои возможности с одной жизнью до полной прокачки и не забывай всегда можно выступить сразу против всех перейдя на сторону третьей фракции ренегатов все это сопровождается частыми обновлениями и постоянными сезонами испытаний с огромными призовыми фондами и конечно же только на сирусе весь контент дополнен современными обновлениями улучшенная графика удобный интерфейс 13 разнообразных раз включая даже драктиров уникальные стартовые локации с квестами улучшены системы гильдий питомцев маунтов трансмогов и многое-многое другое а чтобы не потеряться в игре есть удобный путеводитель и круглосуточная поддержка все для вашего удобства а для более ярких впечатлений от приключений можешь смело хватать своих друзей и вместе прыгать по ссылке в описании приключения ждут а мы же пожалуй вернемся к сюжету где сознав что связи с начальством нет а город реально в руинах первым делом нужно отрубить глушилку попутно сокращая ряды гадов вот эти ребята и по сути тут же становится понятно примерная формула геймплея где на локациях натыканы вражеские передатчики а мы просто должны добираться из одного конца карты в другой время от времени взламывая передатчики и отключая разные штуки типа воздушных мин по которым кстати чаще всего и нужно прыгать дальше но и само собой между делом нужно прерываться на ломание кабин биорейху ведь почти сразу спенсер выяснил что старый враг снова мутит свои темные дела только на этот раз он провел так называемый ребрендинг добавляя к своему названию приставку bio а что конкретно им нужно в городе и нахера здесь все разнесли решительно непонятно потому цель сейчас одна продвижение в центр города и поиски черного ящика с упавшей птички якобы там должны быть разведданные и все такое кстати кроме старика джо задание курирует военный министр армстронг и общение с ним как-то сходу не заладилось она и не удивительно ведь именно из-за подобных типов и был реализован закон о запрете биосолдат а вообще если говорить об этом законе чуть подробнее то нужно упомянуть лютую пропаганду в обществе направленную именно против протезирования ведь поначалу простые люди относились к инвалидам с уважением и даже с сожалением но потом вдруг стали появляться сообщения о том что биопротезы вызывают у бойцов психологические травмы шизу и сильную паранойю с какой-то агрессией до скрипящих зубов добавьте к этому странные ограничения применения протезов только на военных под руководством таск и получите полное перебывание общественности уже против биосолдат по итогу обычные вояки остались белыми и пушистыми а бойцы типа спенсера стали изгоями и больными преступниками в глазах общества из-за чего протагонист чуть ли не каждый раз будет люто грызаться своякой при этом дальше выполняя поставленную задачу и к вопросу биосолдат мы еще очень скоро вернемся а пока что по дороге до самолетика нам дают познакомиться с последними достижениями военной техники биомеханические солдаты так сказать не смогли смириться с биопротезированными бойцами и придумали консервную банку для своих солдат с виду машины конечно грозные но на деле ломаются на раз-два либо заходом в спину и лютыми каруселями либо парой-тройкой гранат под жопу в эту же категорию кстати можно было бы отнести самолетики с турельками вечно стреляющими мимо но они настолько никчемные что легко пробиваются даже из пистолетика и летят штурмовать ближайшее здание короче как-то так и проходится пару следующих локаций замесы мансет снайперов которые сука шмаляют через всю карту ну и чиловые полеты над водой ибо если в водичку упасть то ггвп и косплеем старенькие части gta и скринжового были только препятствия основанные на физике где нужно подкинуть в воздух что-нибудь тяжелое и со всей силы приложить им по стенке для прохода дальше однако из-за багов с визухой такие сегменты превращались в испытания на терпение самая же интересное началось чуть дальше когда спенсер нашел место крушения со странными кодами биорейха и черным ящиком из которого вояки сумели получить координаты скопления противника и после еще пары стычек спенсер мог наблюдать не только колоссальную базу биорейха буквально блин на ножках но и главных виновников торжества загадочного типа в маске и ебованного генерала гредера лидера рейха если что он был одним из главных гадов еще в древних играх и спенсер его как бы убивал в процессе приключений только судя по всему не до конца и прямо сейчас оба злы дня показательно порешали смелого бойца как вдруг в спину заходит грозная деваха и стартует крайне комическую сцену ругани оказывается что это старый товарищ нашего героя с кликухой мэг и подобно многим другим биосолдатам она переметнулась на сторону рейха из банального чувства несправедливости говорит что правительство предало ее первым загнала в угол и все в этом духе однако спензеры слушать этого не желает он оглашает очевидно факт того что помощь в уничтожении целого города миллионника просто из-за предательства напуганных идиотов это мягко говоря не перебор а уже настоящее преступление тянущая на смертную казнь про снайпера пока что забудем ибо о нем ничего не расскажет даже джо а вот про девушку можно прогнать пару слов как несложно догадаться мэг тоже биосолдат только если наша сила это полеты на дрозе и всякие приколы с протезом то деваха может шустро метнуться за пивком за последнюю минуту до закрытия магазина а если без шуток то она человек неплохой и в команде спенсера была настолько на хорошем счету что даже джо они отзываются с пониманием и даже как-то оправдывает ее переход на сторону врага в конце концов не просто так она не стала на стрелять и если внимательно читать записанки на терминалах можно даже узнать что мэг давно влюблена в нашего героя но скрывала свои чувства наблюдая как он тщетно ищет свою жену просто по приколу как то так короче нам же остается только поделиться с начальством отснятым видосом со злодеями но в будущем нет нормального вай-фая потому прыгаем в совсем не опасный разлом и по указке джо двигаемся к самому высокому зданию в городе чтобы уже на крыше словить 3g интернет кстати в разломе можно найти первую из дверей биорейха которые теперь натыканы по всему городу и в основном под землей как я понял это чисто для удобства их перемещения по городу забитому радиацией но сама идея мне до сих пор кажется странной типа на кой ляд оно вам нужно когда есть целый воздушный флот и ебаная передвижная база без проблем шагающая по городу странно короче в остальном же путь до высотки ничем особым не выделяется месим солдат тестируем новые пушки слушаем истории джо и наконец добираемся до цели на крыше которой нас уже ждет ебованый босс вертолет давненько я не сталкивался с такими динозаврами в играх но для сука первого босса в игре это слегка отдавало кринжом да и суть его блин откровенно душноватое типа бегай по аренке обманцуй от ракеты обстрела и потихой грусти ожидая сброса ракетницы после чего уже можно его нормально так продамажить только для того чтобы еще немного побегать в ожидании ракеты а чтобы задушить тебя еще больше вертушки добавили возможность мансовать от этих ракет с помощью огней и накидали в команду пару подсосов короче да пришлось приоткрывать фурточку благо за это время видос успел передаться в штаб и как только побежденная вертушка решила припарковаться прямо в здании спензер сиганул вниз приключаться дальше итак новый расклад такой в правительстве глянули видос и пришли к выводу что настоящая цель биорейха это некий проект гриф который разрабатывался еще во времена войны и был частью программы биосолдат точнее чем-то более масштабным и мощным прямо на уровне национальной важности армстронг конечно не рассказывает никаких деталей но дает понять что после чистки биосолдат проект заморозили его ключевой элемент названный падальщиком оставили где-то в здании федеральных архивов не спрашивайте зачем нахуя и без охраны я сам не знаю но наша цель простая добраться до точки забрать падальщика и быстренько сдриснуть с города путь кстати лежал не только через странное подземелье но и через целый парк вокруг которого уже крутился грейдер на своей крутецкой крепости и по громкой связи всем приказывал отыскать объект совсем беспалево если он теперь орет на весь город о своих целях то встает очевидный вопрос для чего была вся эта беготня и вынюхивание информации до этого так сказать но ладно из интересного по дороге была только вторая мимолетная встреча с бы причем не абы где а прямо на монументе героем войны там где стояли статуи особо важных персон включая самого спенсера ведь именно он спас десятки тысяч людей и своими руками прикончил лидера имперцев по крайней мере все так думали а теперь вот он преданный своей же страной и вынуждены снова ей служить с ножом в спине но что касается мэг кто деваха вернулась как раз по этой же причине говорит что она как раньше борется за свои убеждения и совершенно не понимает мотивов протагониста как вдруг уже спенсер психует и доходчиво поясняет что что-то в ее словах не сходится а возможно она теперь что-то осознает но мы тупо скипаем всю пробежку по парку потому что там сплошные замесы с мимолетным появлением землеройной машины и сразу переносимся к федеральному хранилищу где на удивление не было ни одного бойца биорейха а министр армстронг еще какое-то время ругался сжо отказываясь давать доступ к падальщику типа спенсер сам биосолдат может быть предателем и бла-бла-бла так что по итогу пришлось устроить еще одну большую бойню с подоспевающими очереднярами пока министр шаманил над предоставлением прав как итог падальщик у нас и цапнув его в кармашек можно было лететь к точке эвакуации но уже по дорожке джо начал вести себя мягко говоря странно вот спенсер выполняет приказ и даже несет вам важный объект взамен просит рассказать обещанную информацию о своей женушке однако вместо хотя бы намека на то где она находится старый начинает темнить и кидает отмазки в духе бля буду инфа сочная но расскажу потом да и вообще бля ты 12 лет ждал потерпи еще чуть-чуть ты чё это братан не веришь мне что ли просто понимаешь я тебе верю вот на слово верю а ведь если вернуться к вопросу эмили то как я и сказал в самом начале она пропала когда спенсер валялся в больничке после потери руки и все что от нее осталось это невразумительная записка расследование быстро замяли а сама девушка будто сквозь землю провалилась потому для нашего героя любые купицы информации на вес золота ведь все эти годы он не переставал думать об эмили и даже сидя в одиночке все еще надеялся на последнюю встречу а темнящий джо скотина уже буквально лишал надежды на информацию но в любом случае это чуть позже ведь до места эвакуации нужно было еще добраться а на нашем пути встал большой коричневый хуй а точнее огромный червяк разрывающий все подземные тоннели для биорейха и вот уже этот товарищ больше похож на интересного босса шмаляет лазерами с ударными волнами меняет ландшафт и может ваншотнуть да и просто ощущается реальным глотком разнообразия после слегка надоевших толп очередняр даже само сражение с ним ни разу не кажется затянутым и заканчивается стильным добиванием но весь остальной отрезок до эвакуации это тупо за век в порту для отключения трех зениток потому смело скипаем все это дело и сразу переносимся на встречу с джо где спенсер аккуратно передает падальщика а старых уила показывает что как был крысой подставивший героя в прошлом так ею и остался я думал ты человек а ты гнида ебаная блять челиком в маске был именно джо и положение главы таска никак не помешало ему стать предателем вообще еще по разговорам о мэг и отношении к биосолдатам можно было понять что с дедом что-то не так однако спенсер все делал ради информации о своей жене но и ту по итогу не получает кстати мэг все-таки что-то поняла но было уже слишком поздно погодите это нужно зафиксировать благо на пилотах вертушек сидели любители долбиться в глаза потому решив что спенсер самоликвидировался по команде грэдера они не стали нас искать а просто улетели следом за злодеями и предоставили нам уникальную возможность не просто догнать предателя но и заодно по управлять вертолетиком из вне своеобразные воздушные догонялки с неожиданным концом неожиданным потому что вместо врыва с двух ног и хотя бы попытки взять мужичков на прицел спенсер просто роняет джо и впустую спрашивает про жену в то время как мэг нагло выбрасывает за борт и вот мы уже вдвоем летим навстречу матушке земле на мое удивление эта встреча прошла без особых происшествий молодой просто еще разок словил флэшбэк с эмили но в этот раз с дополнением в виде джо и мягко говоря нам тут намекнули что жена если и ушла то точно не по своей воле но до этого скоро дойдем а пока что оба брыгуна оказываются живы здоровы и мэг даже шуткует о мягком приземлении вообще оказывается что она действительно боролась за благое дело и верила что биорейх переобулся в своих планах типа намереваясь продвинуть бионику в массы и открыть людям глаза на правду однако как всегда реальность полна разочарований и вдруг среди разговоров о душевных травмах биосолдат загадочный снайпер решает выйти на диалог говорит что когда-то он тоже работал на таск и даже намекает что принимал участие в восстановлении спенсера но теперь он сам за себя и по сути вышел на контакт только ради расправы с общими врагами кстати мне нравится как в этот момент мэг символично прячется за спину спенсера даже при том что явной угрозы нет короче снайпер просто пропадает в никуда будто ему забыли прописать дальнейшее участие в сюжете мэг устремляется за джо в хранилище проекта гриф но спенсер решает сначала свести счеты с грэдером на его шикарной шикающей базе а уже потом двигаться за предателем и знаете что старик джо за эти годы заимел настолько хорошую репутацию что даже министр армстронг отказывается верить в предательство ему говоришь что старый всех провел и сделал все чтобы завладеть проектом гриф а он блеет что-то на министрском и приказывает сидеть на жопе ровно пока сюда не прибудет армия впрочем такие приказы мы не исполняем и запрыгивая на почти неохраняемую платформу вот-вот были готовы зарамсить с лидером биорейха только увы сначала нужно было еще сломать саму крепость и полностью ее обесточить типа трапа до самолета грэдера была под напрягой и все такое а нам нужно прогуляться до трех цистерн с топливом и чуть-чуть уронить их прямо на руины города так сказать хуже уже не будет а если и будет то мы уже ни при чем и вот после босса червяка где было реально интересно я ждал прямо крутецкий босс файт тем более что сам грэдер это буквально главгад из предыстории и со спенсером у него личные терки но на деле мужичок просто насмехается над тем что мы стали путем к достижению их целей затем трансформируется в железного человека и начинает медленно ходить по аренке все так же насмехаясь над протагонистом при этом стрелять по нему бесполезно а бить в убор и вовсе опасно для ебальника и остается только терпеливо служить его речи да выжидать реально редкие атаки после которых уже можно внести чуточку урона ударом в спину и повторить действия много-много раз до победного а самое обидное что даже видов атаки у него всего два шустрый рывок вперед и прыжок с пердежом в лужу совершенно никакого удовольствия от боя и лишь приятный осадочек от добивания во время которого спенсер решает не оставлять братишке никакого шанса на камбэк Иржан, блять, заебал Гредер приказывает долго жить его крепость приунывает а нам остается лишь догнать Джосс Мэг в хранилище и раскрыть последнюю тайну вместе с занимательным поворотом ведь добираясь до секретного бункера спенсер натыкается на комнату с мониторами изведений где на экране красуется информация о Мэг и ее протезах полное имя девушки Мэгдалин Джейн а за протезом закреплено имя Мэгдалин Уильяма как оказалось близкого ей человека и само собой при переключении на спенсера за его протезом закреплено имя Эмили как бы в лоб говоря, что близкие люди имеют прямое отношение к биопротезам а жена Спенсера никуда не пропадала по ходу игры на это намекало многое от времени ее исчезновения до истории о нервных срывах биосолдат типа бойцы узнавали страшную правду о протезах и частенько просто сходили с ума от шока а теперь уже и сам Джо признается, что имел прямое отношение к разработкам биосолдат он рассказывает, что в ходе экспериментов ученым никак не удавалось наладить нормальную связь между носителем и протезами пока в один момент те не догадались создать биологический катализатор связи с носителем и как вы уже должны были понять катализатором были близкие люди-солдат те, с кем у них была сильная эмоциональная связь и Эмили все эти годы оставалась рядом с протагонистом в виде его механической руки то есть буквально ее разум и нервную систему поместили в руку для крепкой связи с нервной системой носителя и точно так же поступали со всеми протезами скорее всего даже сам закон о запрете биосолдат связан с этим фактом правительство узнало подробности и просто не могло позволить массовое внедрение подобных технологий в общество а Мэг вовсе пришла сюда раньше нас и судя по всему, тоже поняла что к чему потому не дождавшись Спенсера девушка кинулась на Джо в одиночку что и стало ее последней ошибкой Судя про стекающиеся лужи вокруг девушки про свои жизни она не врала и Спенсеру не оставалось ничего кроме отчаянного броска следом за роем роботов дело-то еще и в том что сам проект Гриф представлял из себя банальную армию роботов управляемую конечно же одним оператором и я блять ума не приложу что именно Джо собирался делать с этой армией разве что хотел заиметь себе крутецкий прикид и выебываться им в интернетах но даже этому не суждено было осуществиться ведь последний боссфайт представлял из себя пусть и красивый но просто кутые забег через рой грифов где Спенсер в ярости крошил их одного за другим пока потихоньку не добрался до виновника и в решающий момент окончательно осознав произошедшее герой принимает судьбу Эмили и ставит жирнющую точку в этой истории спенсер спенсер все мы уже в курсе что падение с такой высоты для спенсера не проблема да и сцена после титров жирно намекнула на продолжение однако увы его не произошло увы потому что в истории действительно был потенциал возможно я рассказал все с излишними приколами но в сухом остатке у нас было не просто карикатурная история с клише и злыми злодеями а прямо целый сюжет про жестокие эксперименты над солдатами и их близкими про отношение общества героем войны и про настоящее предательство во всех сферах типа здесь даже власти сша не показали как хороших ребят всячески намекаю что обе стороны не без греха и все это в условиях действительно жестких реалий где та же мэг просто была убита одним махом едва начав раскрываться как персонаж с не менее сложной историей короче это я скорее к тому что сюжетку можно было дополнить подробностями снять неплохой блокбастер на ее основе и все остались бы довольны но в рамках игрушки опять же увы она теряется в ряде недосказанностей и в откровенно на скорую руку собранных локациях да у игры есть отличительные механики с заделом даже на продолжение с другими протезами да здесь неплохо ощущается стрельба и перемещение но в целом этого откровенно мало и многие моменты недоработаны игрушка спасается только быстрой проходимостью ведь сюжет можно закрыть за часов пять а то и за все четыре если поспешить первый раз я пролетел историю не успев заебаться или заострить внимание на слабых сторонах а вот проходя второй раз начало приходить понимание что это проекта далеко не для каждого и хоть сама история мне зашла осталась куча нераскрытых моментов и чувство обычной скомканности так что если например в анквиш я мог советовать для ознакомления почти всем то сби они команда все куда сложнее если бы у игры было продолжение с раскрытием лора и доработкой геймплея то смело советовал бы а так понимаю что эта история на разок и без продолжения можете играть только из чувства ностальгии или для банального ознакомления с геймплеем в остальных же случаях проверка временем не была пройдена и ведь действительно жаль так что мне остается просто надеяться что ролик с историей вас хотя бы немного развлек и заставил прожать лайкос этой кассете впереди у нас проекты посерьезней потому что от вас фидбэк про сегодняшнюю игрушку возможно даже с воспоминаниями из детства и прощаюсь до следующего ролика или стрима вы кстати подписывайтесь на всякие телеги и твичи если досмотрели до этой минуты там все анонсы и информация про жизнь канала будете в курсе ну и как всегда огромное спасибо за активность и отдельные респекты роскошным бустером поддерживающим канал несмотря ни на что вы остаетесь самыми лучшими опять же по идее скоро услышимся но пока всем до скорого народ